здравия дорогие друзья мы продолжаем читать главу самоотречения величайшее благо которое только знает человек состояние полнейшей свободы и счастья есть состояние самоотвержения и любви разум открывает человеку единственный возможный путь к счастью и чувство устремляет человека по этому пути то что мы называем самоотречением есть только последствия перенесения сознания из своего животного свое духовное я как хорошо сказано перенесение сознания из своего животного свое духовное я если это изменение сознания совершилось то то что казалось отречением до этого изменения представляется уже не отречением а только естественным удалением от ненужного то что люди называют великим просто естественно незаметно для того кого называют великим как человеку еще находящемуся в обмане личной жизни кажется невозможную жизнь самоотречения так человеку живущему уже духовной жизнью кажется невозможно жизнь для одного себя это действительно так когда вспоминаешь себя в молодости и думаешь что если бы мне тогда в молодости кто-то сказал что ты там не будешь допустим пить да не будешь есть мясо не будешь там заниматься ими-то глупостями ну наверное я бы рассмеялся этому человеку в лицо но вот уже спустя там 40 например лет ты понимаешь что как вообще я мог тогда заниматься вот этой всей ерундой и спустя вот много-много лет действительно меняется сознание человека не только наше тело меняется но меняется сознание человека и оно должно меняться то есть оно должно совершенствоваться и прийти действительно к осознанию простых истина которых здесь пишет лев николаевич поесть когда голоден выпить воды когда хочется пить большое удовольствие телу но отказаться от еды и питья от всего чего хочет тело уже не удовольствие а радость души знает это только тот кто испытал это порфирий корнеевич иванов не зря воздержание от пищи назвал терпением и вот это терпение то есть когда мы воздерживаемся от чего-то до скеза так называемая на самом деле дает человеку очень большую духовную силу дает человеку силу воли то есть благодаря этой силе может преодолеть какие-то негативные стороны в самом себе поэтому духовная работа невозможно без аскетизма невозможно без терпения как меняется взгляд на жизнь когда живешь не для себя а для других жизнь перестает быть целью и делается средством опять же очень важная мысль очень интересная жизнь перестает быть целью а делается средством то есть нам дается жизнь для достижения высшей цели что больше отдаешь телесного то больше получаешь духовного и наоборот всякое согревание одной капли передается всем остальным если же можно уберечь тепло одной капли не давая сообщаться другим каплям и потому не остывать то это значит не настоящее тепло чем меньше человек доволен собою тем нужнее он для других людей и тем больше бывает полезен им недоволен собою здесь имеется ввиду что меньше сосредоточен скажем так на плодах своего труда на того что делает а больше сосредоточен на самом деле жизнь человека только тогда разумно когда она понимается как исполнение долга как служение это совершенная истина мы уже об этом говорили что разум человека именно тогда пробуждается когда человек начинает бескорыстно служить людям служить этому миру служить всевышнем сознание долга дает нам сознание божественности нашей души и наоборот сознание божественности нашей души дает нам сознание долга то есть Когда мы живем, осознавая свой долг перед Всевышним, перед природой, вообще перед всем миром, тогда к нам приходит осознание нашей Божественной Души. «Человек, служа другому, должен знать, что он не подчиняется, не покровительствует, не благодельствует, а исполняет свою обязанность не перед человеком, а перед Вечным Законом». Вечный Закон, на санскрите он называется Закон Дхармы, это и есть Закон Долгой или Закон Предназначения, это и есть Вечная Религия, Вечный Закон. Каждый должен быть на своем месте, выражаясь всеобщим множеством в полную единую гармонию. «Я только тогда могу быть счастливым и удовлетворенным, когда я имею твердое убеждение, что моя деятельность полезна другим. Мое твердое убеждение в том, что то, что я делаю, не есть нечто бесполезное и не есть зло, а есть благо для других, является главным условием моего счастья. «Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них». В Хагавадгите есть такая шлока, в которой говорится о том, что когда человек берет больше, чем получает, когда человек берет больше, чем отдает, он является вором, а когда он отдает больше, чем получает, то он является правильным, святым человеком. И к этому надо на самом деле стремиться. «Чувствуя всегда свою вину, непрестанно желая больше отдать, чем взять, в этом полагая жизнь, только это одна и есть форма жизни законная». Здесь имеется в виду вину, то есть когда человек чувствует себя, ну скажем, чувствует, что он делает что-то неправильно, когда непрестанно желает больше взять, чем отдать. «Люди предназначены не на то, чтобы им все служили, а чтобы они служили. И радость жизни не от того, что берешь от людей, а от того, что даешь им. Так, несомненно, устроена наша жизнь. И тот очень туп, кто не видит этого. Главное несчастье наше – это то, что мы потребляем больше, чем работаем. И потому путаемся в жизни. Работать больше, чем потреблять, не может быть вредно. Это высший закон. Что интересно, в медицине практически 80% болезней – это болезни накопления. Накопление – это говорит о том, что… Не дефицит, а именно накопление. Это говорит о том, что это болезни, это опухоли, это ишемическая болезнь сердца, онкология. То есть, как раз самые распространенные заболевания. Как раз-то говорит о том, что человек по своей природе больше… Точнее, не по своей природе, а на основе своего ложного эго, своей личности, привык больше брать, чем отдавать. Счастье свое человек находит только в служении ближним. И благодаря этому служению он становится един с основой жизни мира. Истинная духовная жизнь освобождается в человеке тогда, когда он радуется не своей радости, страдает не своим страданием, а сострадает и сорадуется другому, сливается с ним в общую жизнь. «Только бы себя не любить, себя своего Льва Николаевича, и будешь любить и Бога, и людей. Ты зажжен, и не можешь не гореть, а горя будешь зажигать других, и сливаться с другим огнем. Себя любить – значит, жалеть свою свечу и тушить огонь». Как свеча горит только тогда, когда тратится воск, из которого она сделана, так жизнь только тогда настоящая, когда она тратится не для себя. Истинное добро есть служение Богу. Служение достигается всегда тратой своей животной жизни, так же, как свет достигается только тратой горючего материала. То есть нам дается животная жизнь, то есть жизнь в теле, в этом материальном теле, в этом материальном мире, именно для служения. То есть это одно из наших главных предназначений. Человек в своей жизни то же, что дождевая туча, выливающаяся на луга, поля, леса, сады, пруды, реки. Туча, выливаясь, освежила и дала жизнь миллионам травинок, колоссов, кустов, деревьев, и теперь стала светлой, прозрачной и скоро совсем исчезнет. Так же и жизнь доброго человека. Многим и многим помог он, облегчил жизнь, направил на путь, утешил, и теперь и зашел весь, и, умирая, уходит туда, где живет одно вечное, невидимое, духовное. Нет того особенного подвига, который бы мы могли совершить в этой жизни. Вся жизнь наша должна быть этим подвигом. Тот, кто ничего не боится и готов всегда отдать свою жизнь за истину, гораздо сильнее того, кого все боятся и кто держит в своей власти жизнь других людей. Войска 100 человек, непоколебимых и готовых умереть за свое дело, в тысячу раз сильнее миллионного войска трусов и неверующих в то дело, за которое они сражаются. Ну и подвиги наших русских воинов множество раз это подтверждали. Когда небольшое войско в 100-1000 человек противостоит в 10, в 20, в 50 раз превосходящим силам противника. Плохо, если у человека нет чего-нибудь такого, за что он готов умереть. Человек становится человеком только жертвой. Жертвой здесь имеется в том смысле, что жертва – это как безвозвратная отдача чего-либо. В частной и общей жизни один закон – «Хочешь улучшить жизнь, будь готов отдать ее». Без готовности отдать свою жизнь ничто настоящее не совершается. «Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданиям, еще лучше – смертью. Без жертвы нет жизни. Вся жизнь есть жертва телесного, духовному». Вот на этой цитате мы и закончим эту главу «Самоотречение». Эта глава именно посвящена тому, что мы должны пожертвовать своим телесным бытием, своей телесной жизнью ради духовного восхождения. То есть этими цитатами Лев Николаевич подводит нас к тому, что жизнь человеку дана именно для духовного совершенствования. Конечно, если бы все люди жили, основываясь на этом, мы давно жили бы уже в другом мире. Ну, здесь, в этом мире, нам приходится как раз достигать вот этого состояния, постигать эту мудрость. Наверное, для этого мы сюда и пришли. Ну что ж, желаю вам всех благ. Думайте о высшем, о духовном и посвящайте свою жизнь в этом мире духовному совершенствованию. Всех благ и до новых встреч!